Итак, настало время завтрака. Как мы видим, наш ящер уже в нетерпении. Всегда, когда я поутру включаю свет, это сигнал, что надо прогреваться и готовиться принимать завтрак. Собственно, я это делаю не просто так, я еще стараюсь, чтобы он сходил в туалет, дабы освободить кишечник. От всего излишнего. Э-э, ты куда лезешь-то? Э-э-э. Нет, Стэн, давай ты побудешь дома. Мне и так трудно за тобой и за камерой следить, а ты еще... В общем, он очень голодный. Вот так он это выражает. Все время лезет, все время... Все время ему надо что-то укусить, что-то скушать. А сегодня у нас на завтрак вареная курочка. Э-э-э. Да куда ты? Фига себе, как он быстро заглотил. Что значит голодный? И вот что значит вареная курочка. Уже буквально на колени вылез, для того, чтобы покушать курочку. Плохо не попало. Даже не знаю, кто курицу ест, я или он. Давай ты только не свалишься с моих коленей. Свалился. Но, скушить успел. Тяжелая съемка получается. Это все потому, что ты не поседа. Поэтому тебе обязательно нужно вылезти из своего террариума для принятия завтрака. Ух ты, горе ты мое. Давай-ка обратно к себе. Дадим ему, пожалуй, еще кусочек. Хотя на вид он уже сытый. Сейчас посмотрим, как отреагирует. У него же такая большая пасть и горло, что он эти куски буквально заглатывает. Как нечего делать. Все еще кусочка на сегодня хватит. И так большое количество. Собственно, как я и говорил, с утра не лучше сходить в туалет, чтобы освоить место для кишечника и заодно прогреть тело перед приемом пищи. Это очень важно для того, чтобы пищеварение у них работало лучше. Все эти ритмичные движения означают, что он уже пытается уместить пищу в желудке. Значит, на сегодня его завтрак окончен. И сейчас ему останется только греться под лампой. Наш дракон растет. Получил белковую пищу. Вытер морду в ближайший камень. И теперь можно спокойно отдыхать, спать. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»